Итак, всем привет, дамы и господа! Добрейший вечерочек! С вами Криптофатиев. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют. Последние новости с 24 часа. Прогноз биткоина, некоторые события и мнения по тому, почему биткоин в следующем году ожидает многомиллиардные вливания. Именно биткоин, а не весь криптовалютный рынок. Потому что многие люди путают, что если будут у нас вливания в биткоин, то сразу пойдет наверх весь рынок. Но это немного заблуждение, почему? Потому что для этого нам нужен откат биткоин-доминанса. Если у нас будет расти только биткоин, то все криптовалюты и альткоины будут расти, но возможно не особо и не в таких количествах, как было до этого. Поэтому я считаю, что биткоин будет демонстрировать очень хороший рост. И пора бы избавляться от того шлака, который есть на рынке криптовалют с пампами и прочей фигней. Что касается рынка криптовалют, сейчас Stellar у нас пошел в ноль. Напомню вам, что у нас, по-моему, уже сегодня или может быть завтра последняя раздача. Это именно баунти-программа при поддержке блокчейн. Соответственно, халявные 25 долларов, возможно, кто-то не успел получить. Возможно, если кто-то намеревается получить, то у вас есть еще шанс. Очень хорошо и неплохо пролился Dogecoin криптовалюта. И вообще многие криптовалюты, особенно те, которые росли, очень хорошо пролились. Соответственно, нужно было бы зафиксироваться, если вы торговали этими криптовалютными активами. Также нужно заявить, что сейчас у нас то, что происходит на рынке, это вполне предсказуемо. Здесь нет никакой магии, нет никаких совершенно движений, которые бы вызывали какой-то шок. Почему? Потому что биткоин пролился и это действительно должно было следовать. Почему? Потому что лангов было очень много и, по-хорошему, этих ребят нужно было бы побрить. Вот, собственно, биткоин у нас и пролился с 6600, он обвалился на 6400. Соответственно, я сейчас не жду еще дальнейшего обвала, я жду больше такой консолидации, больше такой флейтовой или как это можно назвать. В общем-то, флейт, который будет, в принципе, собой представлять не более чем развороты, повороты туда-сюда биткоина. В диапазоне 6200, 6600, возможно, 6800. Соответственно, здесь пока что нам делать нечего и ничего хорошего нет. Кстати, в Телеграме я написал, когда я планирую докупать биткоин. Последний раз я покупал биткоин на значениях 6300 в сентябре. И, соответственно, сейчас также планирую это сделать, но когда это будет лучше и будет ли этому способствовать новостной фон, чтобы уже понять, что у нас с биткоином, что у нас действительно требуется от меня лично. Либо подождать, либо все-таки быстрее покупать, так как там 12 декабря у нас бакт и ETF от ванек, которые будут в следующем году. Но если учитывать так, то они должны быть 29 декабря. Но я думаю, что навряд ли они будут. Соответственно, у нас дедлайн это 28 февраля. Соответственно, я хочу сказать так, что здесь ситуация не меняется по биткоину, по эфириуму, по биткоин кэш. Ситуация ухудшилась. Те, кто не зафиксировались. Я думаю, что до 15 ноября, возможно, у нас есть шанс еще подрасти. Но по большому счету мы видим, что высотка биткоин кэша это 640 долларов. По теханализу мы видим, что приблизительно примерно так, 4 сентября мы видели такие значения. После чего биткоин кэш пролился и обновил свое дно. И после этого пампанулся. И, соответственно, я считаю, что монета спекулятивная и носила с собой спекулятивный характер. Нужно ее было просто подобрать в районе 420 долларов. И, соответственно, проторговать ее около 600. Что хочется сказать, также, в принципе, о новостях. По поводу, в принципе, криптовалюты я высказался. Ничего тут нового нет. Националист Томми Робинсон отказался от PayPal в пользу биткоина. Нужно учитывать то, что PayPal лишил лидера британского националистического движения Лигой защиты Англии возможность получить и отправлять средства через свою платежную систему, заморозив остаток на счету на 180 дней. А вы представьте, такое бы могло быть в биткоине. В биткоине бы твои средства никто не заморозил. И, соответственно, я считаю, что биткоин в этом плане, конечно, выигрывает. И при этом конкретные причины решения не указаны. За исключением того, что активность секс-лидера британских правых сил противоречит пользовательскому соглашению. Что хочется сказать, то что PayPal это та же шарашкиная контора, которая может заморозить ваш счет. И по этому поводу, кстати, говорил один популярный блогер, который ведет новостной канал на YouTube. Вы, возможно, его знаете. Соответственно, PayPal действительно контора, которая себе портит просто репутацию вот такими неправомерными действиями, которая просто может заморозить твой аккаунт и твои бабки на твоем счету. А майнинговая ферма площадью свыше 2500 квадратных метров запущена в Канаде. И мощности фабрики позволяют нам увеличить возможности хостинга более чем в 20 раз. О чем это говорит? Это говорит о том, что майнинг фермы строится, никто майнинг дела не забрасывает. А действительно, если мы берем в сфере конкуренции, да, кто победит домашний мамкин майнер или майнер, который имеет бункер, мощности, конечно же, ответ очевиден. Поэтому я считаю, что майнеры будут и дальше майнить, а вот мамкины майнеры, увы, к сожалению, уйдут в небытие. Ну, это просто правда, да, тут никакого предвзятого отношения нет. Соответственно, я считаю, как бы так. Битмайнер, кстати, готовит 90 тысяч майнеров, фантмайнер S9 к предстоящему хатфорку биткоин кэши. Анпул попросил каждую ферму разместить у себя около 5000 устройств. Однако лишь несколько фирм согласились это сделать. Кстати, нода блокчейна Qtum развернута в открытом космосе. И сингапурская компания Space Chain отправила в космос полнофункциональную ноду блокчейна Qtum, способную осуществлять транзакции с мультиподписями и запускать смарт-контракты. И в дальнейших планах Space Chain – разработка операционной системы на базе блокчейна. Ну и, естественно, я считаю, что это неплохо, так как здесь не только у нас задействован Space Chain, соответственно, это повлияло на его цену, и, соответственно, Qtum. Я считаю, что за Qtum у нас есть будущее. Но так или иначе, я высказывал свои мысли по поводу этой монеты. И я скажу вам, что это не самая худшая инвестиция. Если у вас есть монеты, и вы их покупали недавно, то, конечно же, храните их и не продавайте. Ну и главный стратег OneEk рассказал, что Bitcoin ETF – это мультимиллиардная инвестиция. И, соответственно, здесь написано, что прямо сейчас, в настоящее время, от 90 до 95% пространства цифровых активов – это розничная торговля. Соответственно, можно считать, что в будущем, так как у нас будет одобрение ETF, это неизбежно, а Bitcoin и криптовалютный рынок привлечут в себе миллиарды долларов. Также тут указывается, что возможное одобрение именно OneEk ETF может быть 29 декабря. Как раз такой мини-подарок на Новый год. Но для криптовалютного сообщества это будет очень огромный подарок. Ну и, соответственно, у нас дедлайн – это февраль 28 или 1 марта. Почему? Потому что 29 февраля у нас нету. У нас 28 дней в феврале. Соответственно, здесь либо опечатка, либо что-то у нас действительно с подвохом. Потому что, ну, СЕК не может одобрить 29 февраля ETF, потому что такой даты просто нет. В феврале 28 дней. Поэтому, возможно, сайт просто ошибся. Но, тем не менее, 1 марта, как я ранее говорил, вполне возможно одобрение. Но если у нас киты, допустим, хорошо закупались в сентябре и в октябре, когда был флет биткоина, и он сейчас и есть, то, возможно, у нас все будет раньше намного. И, соответственно, почему бы и нет? Нужно верить в чудеса. Ну и также мнение. Именно крупные инвесторы мешают банкам лица в криптоиндустрию. И я думаю, что банки не войдут в криптомир до тех пор, пока не сделают институциональные инвесторы и хедж-фонды, поскольку они, банки, просто пытаются заработать на своих клиентах. Сейчас институционные инвесторы не проявляют большого интереса. И в ближайшем будущем финтех будет иметь большой вес в криптовалютном мире. И я не думаю, что банки смогут поспеть за финтехом. Ну и, соответственно, новые губернаторы пяти штатов США выскользились в поддержку биткоина. И, соответственно, нынешняя избирательная кампания Джар Деополиса включала инициативы по улучшению защиты цифрового голосования и использования блокчейна для оцифровки правительственных записей. Соответственно, победитель выборов в Вайоминге Марк Гордона занял наиболее дружелюбную позицию к индустрии, поддержав освобождение покупателей криптовалют от налогов криптовалютных фирм, от законов, регулирующих денежные переводы. Но это очень хорошо. Почему? Потому что США, такое ощущение, что, конечно, она в этом всем играет огромную роль. Да, почему? Потому что рынок США, он огромен. Ну и это, естественно, миллиардные вливания в сам криптовалютный мир. И я считаю, что, конечно, рынок США и США сами, они будут, конечно, решать и стоять главными в этом вопросе. И, соответственно, я считаю, что США, в принципе, должны поощрять тех, кто покупает криптовалюты, а не давить их налогами. Поэтому я считаю, что в этом плане США, конечно, нужно здесь поактивнее быть и положительно воспринимать биткоины и криптовалюты. Ну, в принципе, это все такие новости за последние 24 часа. Что хочется сказать, то что пока что следим за биткоином. Все мои мысли есть в телеграме, канале. Можете подписываться. Ну, а с вами был Криптоватей. Всем удачи и всем пока.